Для нашу работу вы видели репортажи сейчас генерального директора, генерального конструктора. Очень уважаемый вход в корневую технологию уже в этом году. Эти, друзья, вопросы идут одни и те же. Мы не можем сейчас сказать, друзья, будет закрыт в этом году или в начале следующего года, чтобы вы понимали, что такое закрытие входа в корневую технологию. Это когда приходят заказчики и инвесторы, они сразу платят суммы, которые нужны для того, чтобы продолжать дальше строительство и испытания. Сегодня это осуществляет венчурный фонд, это осуществляет сегодня краудинвестинговая система, которая взамен получает обязательства компании с большими дискаунтами. Эти дискаунты по мере того, как меняются этапы, снижаются. На сегодняшний этап, это восьмой этап, который определяет определенными условиями то, что происходит. Закрытие, это значит финансирование достаточно, чтобы уже сегодня не привлекать по краудинвестингу небольшие инвестиции, а сразу продолжать строительство, связанное с сотнями и сотнями миллионов долларов. Это, друзья, вопрос идет постоянно, проработка с этими инвесторами идет постоянно. И она началась сразу же еще, даже до того, как начался строиться экотехнопарк. Но для тех, соответственно, инвесторов и крупных фондов, которые готовы инвестировать такие средства, для них нужна доказательная база. Они должны увидеть то, что сегодня существует. Либо они требуют полной контроля передачи, как это было всегда со стратегическим инвестором, который заканчивался всегда потом нарушением обязательств, которые принимались изначально. Это контроль над технологией. И краудинвестинг сегодня позволяет идти и сохраняя контроль за технологией, и при этом развивая, соответственно, строительство. Но, друзья, он не может обеспечить, особенно изначально, такого темпа, который надо для того, чтобы полномасштабно вести всю работу. Поэтому у нас этот процесс идет уже на протяжении двух с половиной лет по нарастающей. Постоянно увеличивается приток инвесторов, увеличивается приток сегодня партнеров, которые продвигают этот проект. Увеличивается объем выполненных работ. И этот процесс идет, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Мы сегодня очень большой объем ежемесячной работы выполняем, и этот объем выполняемых работ будет постоянно расти. И это плановая такая работа, с учетом того, что подключилась сегодня Европа, и они инвестируют, конечно, и входят в проект на значительно другие суммы, которые мы сегодня работали по России, Украине и Белоруссии. То есть для русскоязычного, кто понимал и кто поддержал этот проект изначально, и благодаря которым мы продвинулись вот к той стадии, которая сегодня есть. А дальше сегодня, по мере того, как доказательная база все более и более становится осязаемой и существенной, то мы, конечно, видим уже приход сегодня совсем других инвесторов. И раньше мы, допустим, и мечтать не могли о том, что будут инвесторы входить на сотни тысяч долларов, миллионы долларов, десятки миллионов долларов. Сегодня этот процесс, так, что у нас с перископом, да, перископ у нас, как всегда, подводит. Так, секундочку. Вот, поэтому сегодня, когда говорят о закрытии... Так, секундочку сейчас. Вот, о закрытии корневой технологии, то речь идет только о том, что мы сразу будем пропускать несколько этапов. И, соответственно... Сейчас, секундочку, сейчас, секундочку. Вот, и, соответственно, исходя из этого, мы говорим, что эти переговоры ведутся постоянно, что эта работа проводится, что мы постоянно находимся в контакте с этими людьми. Но, когда это произойдет, друзья, это сказать сегодня, ну, практически невозможно. Ну, и самое главное, наверное, смысла нет. И единственное, что мы можем четко сказать, это вот, чем я заканчивал первую вводную часть, что для краудинвестинга мы подготовили целую программу дальнейшего развития. Это и запуск адресных проектов, когда первая пассивная стадия, когда надо будет собрать небольшие инвестиции для того, чтобы написать бизнес-планы, сделать предпроекты, сделать трассировку. Определенные затраты, связанные с запуском проекта, их можно будет делать за счет венчурной стадии и за счет этого предлагать высокие дискаунты, кто будет на запускной стадии этого проекта. Дальше, когда приходят инвесторы, приходят крупные фонды, естественно, падает дискаунт, но те, кто первый входит в этот проект, он имеет возможности, соответственно, очень хорошо и хорошо получить именно за счет венчурных премий. И эту работу мы дальше будем вести. Следующее очень важное направление, это направление связано с инженерной школой, которую создал инженер Юницкий. Там сегодня целый ряд технологий, которые, ну я могу сказать, не то, что не менее интересные, чем SkyWay. SkyWay это локомотив, это то, что сегодня находится на острие целого класса, целого комплекса технологий SkyTech. И он за собой тянет целое направление, которое становится просто крайне эффективным и крайне доходным, когда заработает SkyWay. Одна из таких технологий, друзья, я сразу могу сказать, что она не очевидна, на первый взгляд, эта технология связанная с гумусом, с воспроизводством земли, потому что пока нет транспортной инфраструктуры, эта технология не может работать сама по себе. Но как только возникает линейный город, как только возникают высокоскоростные магистрали, то все, что находится вдоль высокоскоростных магистралей, куда доходит Транснет, это становится крайне интересным. И вот как мы в интервью с Михаилом Кереченко недавно обсуждали, наша земля, которая изымается, она поднимается наверх, обогащенная и уже исправленная. А реально те комплексы, которые будут создаваться, именно уже фермерские комплексы тепличного характера, где будет использоваться гумус, это будет вообще, друзья, целое новое направление. И естественно, что мы будем предлагать входить инвесторам на ранней стадии, на запускной стадии, венчурной стадии, инвестировать туда для того, чтобы получать именно высокие премии. И еще целый ряд технологий, связанные и со строительством, и с эксплуатацией, и со сваркой лазерной, и еще, то есть очень много, друзья, сегодня, опять же, и созданием новых типов двигателей, и созданием новых типов накопителей, и новых типов аккумуляторов. Это целое-целое направление, в котором мы будем предлагать именно участвовать в краудинвестингу. Поэтому, друзья, не переживайте, что сейчас закроется вход, и у вас больше не будет. Ну, во-первых, начнем с того, что, как говорила моя бабушка, дай бог нам дожить до этих проблем, потому что у вас сразу на руках будет инвестиционный пакет, который будет как минимум обладать номинальной стоимостью того, что на нем написано. Может быть, не сразу, а в несколько итераций на протяжении какого-то времени, потому что нас очень любят ловить за цифры, за даты, за, так сказать, единственное, могу сказать, что, друзья, очень непродолжительного времени. Вот, соответственно, следующий момент, это уже будет вопрос инвестирования этого пакета, когда вы можете им распорядиться для того, чтобы дальше развивать адресный проект, и вложить куда-то это в адресный проект, либо в другие технологии. И здесь как раз мы, друзья, будем предлагать вам целый-целый набор. Уж если мы с вами создали и сделали невозможное, запустили SkyWay, то уж, наверное, друзья, мы с вами еще сделаем много-много интересных вещей, которые будут... Так, тут я смотрю, опять раздухарился, да, так сказать? Ну, не важно. Вот, поэтому, друзья, насчет этот предмет не переживайте, и я могу сказать, что по мере развития SkyWay у вас все будут более и более интересные предложения, и все будет более и более интересное сегодня. Вопрос, как инвестировать, куда инвестировать? Это я говорю про те пакеты, которые вы сформировали уже именно со SkyWay. А то, куда вы сегодня приходите, и мы вас зовем, и мы вам рассказываем о проекте SkyWay, это для того, чтобы вы определялись, получили информацию, приняли для себя решение, и двигаться можно только тогда, когда у вас нет никаких сомнений, когда у вас нет никаких вопросов. Только тогда можно для себя принимать решение и двигаться осознанно. В противном случае, друзья, это будет неправильный выбор, и тем более, друзья, ни в коем случае нельзя распоряжаться и вкладывать деньги, которые у вас либо последние, либо тем более заемные. Вот, потому что это все-таки, друзья, венчурное финансирование, это венчурное инвестирование, и это надо делать осознанно. К нам приходит очень много людей, которые инвестируют небольшие суммы, потому что им нравится проект, они верят в проект, они хотят в нем участвовать. Для этого, друзья, создана краудинвестинговая система, которая позволяет сегодня инвестировать любые суммы от 5 долларов до 500 тысяч долларов, до 5 миллионов, до 15 миллионов. Это уже, друзья, в зависимости от тех возможностей участия в проект, который вы для себя принимаете. Ну вот, друзья, теперь коротко, буквально, я сегодня в дневном вебинаре очень подробно, и как мы его с Алексеем назвали, такой взломный вебинар, мы сегодня немножко там так погавкали на троллей и на недоброжелателей, вот, то есть не только им на нас гавкать, мы тоже иногда можем и зарычать, и рявкнуть в ответ. Но это, друзья, не более того. Прошу, вот мне тут ряд потом написали, а стоит ли тратить время, а стоит ли так уделять этого внимания. Тут я, друзья, могу, к сожалению, сказать, что стоит. Потому что есть определенная категория людей, ну, про нравственные категории я их вообще оставляю за скобкой, а просто с точки зрения бизнеса, потому что если их не останавливать, то этих людей начинают заносить просто именно от безнаказанности. У нас был ряд партнеров, были ряд отношений, и вот одни из абсолютно, я считаю, там, как бы неадекватных людей, вот, они для себя приняли решение, что теперь, как развивается проект, SkyWay, с него можно сегодня получать деньги. И они начали, используя поддельные судебные документы, в суд, начинать судиться и доказывать определенные права на часть технологий, права на получение денег с технологии, с Юницкого, с меня лично, и так далее, и так далее. Много что происходило. И сначала мы не обращали на это внимания, потом относились к этому с юмором, потом с любопытством. Но, друзья, когда на третий круг люди начинают пытаться по поддельным документам в суде доказывать свое, это уже надо останавливать. Поэтому начались ответные действия, сегодня работают юристы, делают, и это, друзья, активизируется особенно тогда, когда мы подходим к результату. Потому что сегодня людей, которые в свое время приходили в проект, потом по разным причинам из него уходили, их больше всего сегодня напрягает и бесит то, что у нас что-то получается. И вот эта стадия, когда мы подходим, это, друзья, как раз характеризуется несколькими категориями людей, которые сегодня будут действовать и работать против проекта. Ну, первое, друзья, это, естественно, конкуренция. Мы к этому относимся абсолютно спокойно, когда есть конкурирующие технологии, есть конкурирующие компании, которые видят, что выходят на рынок новые технологии, выходят новые компании. Это, друзья, все равно можно сравнить, как выходили на рынок операторы мобильной связи, они каким-то образом конкурировали или не конкурировали с проводными телефонами. Но всем стало очевидным и понятным, что если телефон мобильный, а потом интернет мобильный, это более удобно и более дешево и более качественно, то, естественно, потребитель выбирает. И здесь нет никакой вопроса, здесь рынок и время отрегулируются. Поэтому здесь у нас нет никаких вопросов по поводу конкуренции с другими видами транспорта, по освоению новых территорий. Skyway покажет все. И по мере того, как будет развиваться, как будет демонстрироваться, как будет технологически совершенствоваться, он будет решать все новые и новые задачи. Это, друзья, никаких вопросов, конкуренция всегда была, есть, будет и в этом плане мы только за конкуренцию, но добросовестную. То есть, когда конкурируют, то есть, как может там гужевая лошадь конкурировать была в середине 19 века с железной дорогой. Железная дорога, она перевозит больше объема, дешевые объемы, она позволяет развивать новые территории. И гужевой транспорт, он просто оказался неконкурентоспособен, хотя в России на момент строительства Транссиба было порядка двух с половиной миллионов лошадей, миллионы людей, которые обслуживали покосы и так далее, и так далее. Тем не менее, все обстало на свои места. Точно так же с появлением авиации очень много стало меняться. Потом пришел автомобиль, который тоже изменил. Это, друзья, конкуренция технологий. У каждого времени есть свои приоритеты, технологические уклады, мы об этом много говорили, и сейчас я об этом повторяться не буду. Но есть, друзья, недобросовестная конкуренция, которая направлена тоже из разных побуждений. Одни побуждения – это остановить, не дать развиваться. Другое – это зависть, когда люди просто начинают работать против того, что у кого-то получается. И есть, друзья, самая неприятная такая вещь, когда люди считают, что без них эту технологию продвигать нельзя. Вот это как раз для меня не совсем понятный момент. И вот помните, я на прошлом вебинаре запустил такую очень интересную вещь. Я говорю, ребята, давайте, если вы найдете тролля, вменяемого тролля, то я готов его пригласить на вебинар, я готов предоставить площадку, пускай выступит. И расскажет свою аргументацию, почему не надо инвестировать в Skyway. И почему сегодня юницкий, инженер юницкий, команда, которая сегодня несет эту информацию, я себя отношу к их числу, сегодня они лохотронщики и, соответственно, разводят лохов. Почему я очень на это реагирую, скажем так, во-первых, эмоционально, а во-вторых, очень качественно. Потому что, когда говорят, что это лохотрон и для лохов, то я первый лох, потому что я с юницким уже более 16 лет, и я с самого начала верю в эту технологию. Я участвовал и в создании первого полигона в озерах, и потом дальше развитие, и сегодня изначально. Я всегда занимаюсь этой технологией. Поэтому, если говорить, что юницкий кого-то разводит, то я первый лох, которого развели 17 лет назад. И лохотронщики, это значит, когда я несу информацию и развожу людей, значит, я сегодня призываю приходить людей в ненадежную организацию, и я обманываю. Я тоже с этим в крайне не согласен, потому что то, что мы сегодня отстраиваем и делаем, и демонстрируем, и как это сегодня работает, она в крайне отличается от того, что есть сегодня в интернете. Нам есть, друзья, что показать. И третий вопрос очень важный. Никогда у юницкого и у его команды не расходились слова с делом. Никогда. Вот были ряд вопросов, связанные с переносом сроков. Это и в 2001 году, когда демонстрировали Лебедю, там действительно три раза сдвигали срок и почти на четыре месяца сдвинули. Но там вины команды не было абсолютно, потому что там было постоянное недофинансирование, там был постоянный срок сроков поставок, оплаты подрядчикам. Было очень сложно работать. И то, что в этих неимоверных условиях юницкий довел и продемонстрировал со смещением всего в четыре месяца, это, друзья, дорогого стоит. Сегодня, вот тоже на дневном вебинаре, нам пытались там, опять же, эти засланцы, как бы, говорят, вот вы обещали в октябре показать, а показываете в конце ноября, в последний день, чтобы, так сказать, сказать, что в осенью. Вот вы опять там сроки переносите, обманываете там и так далее, и так далее. Ну, во-первых, друзья, все написано в меморандуме, все написано по срокам, по этапам. Вот там не написан день, неделя, срок и так далее. Мы говорили, что мы на осень планируем демонстрацию, и она будет осенью. Это раз. Во-вторых, она уже началась, потому что демонстрацию мы не прописывали, не говорили год назад, друзья, что мы будем участвовать в Берлинской выставке. Берлинская выставка возникла всего четыре месяца назад, и она отняла огромное количество времени и сил, потому что надо было эту машину сделать и там показать. Более того, после Берлинской выставки возникло еще две выставки в Белоруссии по приглашению правительства Белоруссии, и мы вынуждены были еще почти три недели эти машины держать на стендах, вместо того, чтобы проводить испытания. Поэтому здесь, друзья, есть объективные причины. Но я даже на это сейчас ссылаться не буду, о том, что идет какой-то сдвиг по срокам. Просто когда год назад Юницкий показал модель эко-технопарка, то есть вот эту визуализацию графическую, и было заявлено, что первая трасса-километр, в которой сегодня промежуточные опоры стоят, это то, что будет продемонстрировано осенью. Друзья, полгода назад было принято решение запустить еще две ветки строительства, а в итоге началось строительство трех веток одновременно. И то, что сегодня, 29 ноября, наиболее перспективная и наиболее значимая технология уже будет продемонстрирована, друзья, три оставшиеся также производятся строительства, также производится монтаж. Поэтому, друзья, когда мы говорим, что вместо одной ветки, которая была задекларирована, сейчас строится одновременно три, и при этом сдвиг по срокам нет, то если кто-то мне после этого будет говорить, что, ребята, вы нас обманываете по срокам, ну, друзья, я буду к этому человеку относиться как минимум снисходительно, а как максимум просто скажу, чтобы он мне больше не мешал. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что сегодня, а почему принято решение именно показать легкую городскую систему, совмещенную с юнибайком, потому что это, друзья, наиболее значимая вещь, которая сегодня покажет очень яркие преимущества технологии Skyway. Первое – это воздушное метро, которое обладает пропускной способностью 300 тысяч человек в сутки. Друзья, 300 тысяч – это как ветка метро, но при этом, которое находится на очень легких опорах. Юнибусы, вы видели, в Берлине сегодня обладают скоростью 150 км в час. Очень просты в исполнении и очень производительны. Станция пересадки, которая может обеспечить десятков миллионов перемещений пассажиров с одного уровня на другое, она уже смонтирована и она сегодня готова к тому, чтобы демонстрировать свои возможности. Точнее, идет монтаж сегодня уже внутреннего оборудования, который будет демонстрировать. Поэтому сегодня и основной момент, который сегодня нужен для городской системы, для того, чтобы стать внеуличным транспортом второго уровня, это преодолевать дистанции на расстоянии 200 метров, 400 метров, а потом 800 и полтора. И как раз Юницкий сейчас показывает с инженерной точки зрения решение, когда воздушное метро, которое может быть совмещено с индивидуальным электротранспортом, электромашинами типа Юнибайка, может идти пролетами 200-400 метров. Я могу, друзья, сказать, что когда эту цифру Бабурин озвучил вице-президенту Сименса о том, что мы в ноябре покажем уже смонтированную путевую структуру 200-400 и 200 метров, он сначала не поверил. Он сказал, вы не строите мост, он говорит, нет, это не вантовая конструкция, это реально путевая структура, которая имеет пролеты 200-400 метров. И поэтому, друзья, на этом сегодня сконцентрировано наибольшее внимание и конструкторского бюро, и работы. То есть, видите, это 17 октября, это двухнедельной давности, то есть сегодня репортажи и как идет монтаж, это, естественно, друзья, уже закрытая информация. Мы с вами увидим только готовую уже путевую структуру. Это промежуточные опоры, именно которые поднимают на высоту подвижной состав и позволяют пройти пролетами 200-400-200 метров. Это, друзья, технология, которая позволит утверждать, что Skyway может решить все проблемы пробок сегодняшних мегаполисов, не больше, не меньше, друзья. И второй момент, что сегодня мы можем утверждать, что мы можем убрать все фуры сегодня с дорог Европы и Америки. Это тоже, друзья, сегодня, когда мы в Европе произнесли, то есть, видите, с левой стороны идут опоры промежуточные, нет, с правой стороны идут небольшие опоры, которые будут подвижной состав идти над землей на высоте нескольких сантиметров. Дальше он будет разворачиваться и проходить уже тремя пролетами 200-400-200 метров. Поэтому, друзья, как вы видели в репортаже, который показал перед сегодняшним вебинаром, здесь, я могу сказать, остались, друзья, считанные дни уже до того, как мы увидим. Поэтому давайте относиться к этому спокойно, давайте относиться к этому с пониманием. Мы можем выслушать все, что сейчас вы будете говорить, что вы не покажете, что у вас порвется. Мы говорим, ребята, 29 числа приглашаем всех. Во всяком случае, в перископ это точно. Таким образом, после 29 числа, когда меня задают вопрос сегодня, а как начать презентацию или как показать технологию Skyway, вот я говорю, что показывайте вот эти репортажи и делайте. Поэтому, друзья, сегодня мы напрямую подошли к тому, что сегодня есть. Мы туда еще приглашаем сегодня инвесторов, которые должны увидеть и как монтируется, то есть идет путевая скоростная система, и как идет сегодня монтаж для грузовых, сыпучих грузов на 200 миллионов тонн, и, соответственно, как уже начинаются технические прогоны, что уже реально сделано, и для того, чтобы дальше наметить, как двигаться дальше, и как сегодня обсуждать адресные проекты. Это, друзья, конечно, очень такой интересный момент. Мы это делаем первый раз. Это дебют такой. Но, исходя из того, что там будут наши очень серьезные, уже проверенные партнеры, это Род Хук, руководитель управляющей компании в Австралии. Это будет наш очень близкий партнер из Канады, который возглавляет управляющую компанию в Канаде. Это будет человек, который уже долгое время в проекте возглавляет управляющую компанию в Америке, в Хьюстоне. И будут люди, которые сейчас готовят большой проект в Израиле. Соответственно, это будет общение таких единомышленников. Задача вместе с синергией запустить конкретные адресные проекты, и уже будут обсуждаться конкретные участки, которые будут для демонстрации в Австралии, в Канаде, в Америке и еще в ряде регионов. Поэтому это важный такой этап. Мы к нему, друзья, подошли. И я думаю, что вместе с вами мы как раз, во всяком случае, кто будет присутствовать, значит, живьем. Увидим, кто нет, значит, в перископе. Если что-то не получится показать в перископе, значит, будут обязательно потом репортажи. Но вы, как наши партнеры, вы наши друзья, вы всегда будете в курсе, вы всегда будете видеть. И мы вам обязательно потом расскажем о результатах, о том, что достигнуто, и как мы дальше будем двигаться именно с теми партнерами, кому это показали. Дальше у нас эти демонстрации будут идти постоянно, фактически каждую неделю. Поэтому будет что смотреть, будет что показать. И как раз это начинается тот этап для эко-технопарка, когда он в декларации возможности технологий будет уже переводить в демонстрацию. Для этого он как раз, друзья, и создается. И вот как раз 29 число, это очень для нас ответственная дата, очень ответственный момент, когда будут показаны первые технические прогоны, когда наши юнибайки и юнибусы будут первые робкие шаги делать по трассе, а тролли и злопыхатели будут сидеть, биться головой об экран и говорить, этого не может быть, она не едет, она упадет, она сейчас не сможет подняться на высоту. Ну, в общем, еще что-то будут говорить. Могу разочаровать, друзья, все поедет и все будет в порядке. Вот, поэтому на этой неделе я пытался найти троллей, которые достойно могут выступить, но пока появилось только три абсолютно невменяемых человека, я просто могу сказать невменяемых. Я с ними сначала попереписывался, потом всех троих исключил из скайпа. Вот, потому что первым я задал вопрос, что вы хотите аргументированно сказать, почему не надо в скайпе и почему вы считаете, что мы лохотронщики и разводим людей. Значит, первый ответ, который был у одного человека, он говорит, что вы обещаете, что не сходя со своего места, находясь в своем юнибайке, вы в своих тапочках можете из Подмосковья уехать в Париж. Я говорю, да, а в чем вопрос? Он говорит, этого не может быть, вы обманываете. Ну, что я на этом могу сказать? Что да, сегодня это сделать невозможно, транснета нет, но концепция, которая закладывает, он говорит, нет, этого не может быть, вы обманываете людей. Ну, тут я с ним согласился, потому что тут, кстати, могу сказать, что у нас с Анатолием Дуаровичем Юницким постоянно идет идеологический спор на этот предмет, потому что я почему-то всегда говорю про тапочки, что в тапочках, а Анатолий Дуарович почему-то всегда говорит, что босиком. И его утверждение, что когда из Москвы вы приедете в Париж, вы можете спокойно выйти на зеленую травку и вообще не одевать плиты, быть постоянно босиком. Но, в принципе, с этим троллем я могу согласиться, что, ладно, я согласен, что не будем про тапки, все хорошо, из Москвы в Париже босиком, без тапочек, и будем ходить по зеленой травке. Можно даже травку сделать полом в юнибайке. Но после того, как он начал писать матами, так сказать, еще я его удалил, поэтому это неинтересно стало. Еще один, который сразу сказал, что я обсуждать ничего не буду, дайте мне экран, я сразу выйду и буду у вас на вебинаре вещать. Я говорю, ну хорошо, я же не против, выходи, вещай, я тебя включу. Только первое, скажи хотя бы несколько аргументов, почему ты считаешь, что мы сегодня обманываем людей. Он начал очень грамотно, что вы строите финансовую систему, она несостоятельна, вы никогда не сможете выплатить дивиденды по этим акциям, потому что вы их никогда не заработаете. Я говорю, аргументация какая? Он говорит, вас не пустит РЖД в проект. Вообще. И вот это для меня стало как бы новостью. Я говорю, стоп, стоп, стоп. РЖД какое? Это российские железные... Я правильно понимаю, что РЖД это российские железные дороги? Так вот, утверждение о том, что монополист в России, РЖД, не пустит нас в проект. И здесь у меня, опять же, друзья, возвращаясь чуть раньше. У нас будет три управляющие компании, одна из них в Канаде, в Америке, в Австралии, проект в Израиле. Ну и дальше будет ряд делегаций, там, Индии, Филиппин, еще кого-то там. Это Виктор занимается. Ни одного проекта в России даже не обсуждается. Руслан Гатаров, который подписал соглашение с Челябинской области, он сказал, я приеду отдельно с губернатором, и мы проект Екатеринбург-Челябинск будем рассматривать отдельно. Мы его пока даже не обсуждаем. Вот и то, они рассматривают пять вариантов скоростной дороги, никакого РЖД там нет. Это китайские, немецкие, французские, итальянские, японские железные дороги. Никакой РЖД там нет. Так вот, друзья, я задаюсь вопросом, почему, когда мы рассматриваем проекты во Вьетнаме, в Монголии, в Боливии, куда Виктор в ближайшее время поедет, почему нам РЖД может там помешать строить, реализовывать проект? А экотехнопарк сегодня строится в Белоруссии. А еще ряд участков экотехнопарка планируется уже как минимум в четырех местах в разных континентах. Это, друзья, тоже наша и ваша безопасность, потому что если кому-то где-то в голову взбриндит помешать проекту, то все остальное будет развиваться. Так вот, друзья, я вот эту логику тоже не до конца могу сказать, почему РЖД, а тем более чиновники в России могут помешать развитию проекта. Более того, мы всегда утверждаем, что когда начнет развиваться в любой точке мира проект, он будет приносить дивиденды, и наши партнеры, наши акционеры будут получать с него прибыль в любой точке планеты, при чем здесь РЖД. Я говорю, еще аргументы нет, он говорит, вас никогда не пустят. Ну все, с такой позицией, я считаю, что может быть, если бы он сказал, вас никогда не пустят в Россию, ну тогда бы я сказал, хорошо, а в Америку пустят, а в Израиль пустят, а в Боливию пустят, РЖД не будет мешать. Ну давайте мы начнем строить там и будем там получать дивиденды. Против тех дивидендов вы ничего не имеете против? А то, что мы в России, скорее всего, в ближайшие годы, там, год-два-три не будем получать дивидендов, ну может быть, друзья, это не это самое. И более того, я могу сказать, если мы будем сотрудничать с такими чиновниками, как в свое время был Александр Иванович Лебедь, или там, вот как сейчас мы подписали соглашение с Русланом Гатаровым, или готовим подписание с мэром Самары Фурцевым и его первым вице-мэром Владимир Владимировичем Сластёйным. Друзья, когда с такими чиновниками общаемся, я могу сказать, да нет, друзья, мы очень быстро и хорошо все сделаем. Есть нормальные чиновники, есть, и мы с ними будем всегда работать. Другое дело, что есть те, которые сидят на трубе, сосут трубу и думают, что кроме этого ничего нет, да, с ними мы не будем сотрудничать. Если они нас не будут пускать в проекты на территории России, значит, мы не будем делать эти проекты на территории России пока. Но я абсолютно уверен, что здравых и нормальных чиновников у нас больше, чем казнокрадов и жадных и продажных. Это мое мнение. Так вот, значит, тоже, ну и дальше началось полное непонимание. Я этого тролля тоже, к сожалению, сегодня позвать не смог, потому что у него аргументов больше не нашлось. Ну и самый, конечно, не то, что подарок, а, так сказать, самый, знаете, так сказать, вопрос, который мне просто завалили меня почтой на прошлой неделе. Виктор Узлов, это бывший наш директор компании, тот, кто работал с Юницким, был его партнером, вот, с кем мы неоднократно ездили на рыбалку и дружили, разродился огромной тирадой и про меня он ничего, кстати, плохого сказать нет, сам более даже уважительно, но то, что он выдал про проекты про Юницкого, друзья, к сожалению, надо прокомментировать. Я менее подробно, чем я это делал в дневном вебинаре, там все-таки я более так развернуто показал. А сегодня я могу сказать, что, если так, спокойным языком, все, что сказал Виктор Узлов, это я уже к Виктору обращаюсь, я обращался в дневном вебинаре, сейчас тоже я могу сказать, что он привел несколько таких хороших выражений с точки зрения, что из Юницкого, как из Унитаза идет одно, там, то, что туда кладут, еще, так сказать, ну, я так понимал, что он это имел в виду к себе, потому что я, как свидетель всех событий, которые происходили, я могу сказать, что Виктор Узлов не сказал ни слова правды, более того, он все соврал, он переврал все, что можно только переврать, вот, и, соответственно, исходя из этого, даже про суд, про фотографию, которая обсуждалась в суде, он даже умудрился сказать, что Юницкий купил верховного судью Беларуси, что выглядит, ну, с одной стороны, очень лестно, конечно, вот, а с другой стороны, вот эта фотография, которая висит на сайте Узлова, на сайте Виктора Узлова, вот, и это доказательство того, что Узлов имеет к технологии SkyWay какое-то отношение, ну, я могу сказать, что он пришел в технологию через 9 лет, как была построена эта дорога, вот, а здесь, видите, на двух фотографиях, фотография, которая висит на сайте Узлова, на ней Юницкого фотошопом стерли, и таким образом они, как бы, пытаются показать принадлежность к этой, и Антон Доварович Юницкий подал в суд, сказал, что, ну, ребята, уберите с сайта фотографию, то есть ничего более, вот, и это дошло до Верховного суда, Верховный суд провел все исследование, было 4 8-часовых заседания, я, друзья, на них присутствовал от начала до конца на всех этих заседаниях, я могу сказать, что большего фарса, чем устроил Дубатовка с Узловым на этом суде, я давно не видел, они притащили 6 свидетелей, одного свидетеля, который убирал мусор, мусор на полигоне, для того, чтобы сказать, что Анатолий Доварович Юницкий фунт, это выглядело, конечно, тем более, что он в лицо не знал ни Юницкого, ни там еще кого, как бы там, ну, про меня он вообще, он меня первый раз в глаза видел, так сказать, вот, поэтому это все выглядело очень забавно, но с точки зрения Уголовного кодекса, это означало, что группа лиц по предварительному сговору в Верховный суд привела свидетелей, которые уже свидетельствовали по поводу определенного факта, это, друзья, уже с точки зрения Уголовного кодекса, и вот здесь вот уже ни Виктору, ни Игорю Дубатовке от этого никак не отойти, потому что так цинично врать в Верховном суде, друзья, я так давно, давно такого не видел, тем более сам Узлов, который начал доставать какие-то липовые документы и судье показывать о том, что вся технология Skyway вообще принадлежит Узлову, а не Юницкому, это просто выглядело определенным фарсом. Так вот, друзья, почему мы сейчас это говорим, я просто попросил Анатолия Дуарча, чтобы он не вступал в эту полемику, и он просто с этими жуликами и, ну, просто, я бы сказал, такими мелкими неудачниками, которые видят, что у других получается, а сами рассказывают, что они делают вечные двигатели, фонарики с батарейкой, которую я там оплатил два года назад и все жду, когда мне все-таки батарейку сделают на вечном двигателе, там, сегодня обещают еще ряд вечных двигателей. Друзья, я не против, делайте свое, обещайте свое, отвечайте за свое, показывайте свое, не надо только утверждать, что Дубатовка является автором технологий, потому что это вранье, просто полное вранье. И Виктор сказал очень важную фразу, которую я повторю, мы все под Богом знаем, и Виктор, ты, Кузлов, и Дубатовка, вы знаете, о чем я говорю, и кто здесь прав, кто не прав. И я готов с вами лицом к лицу, что на нашей площадке встретиться и обсудить. Нет, друзья, скрывать нечего. Я работал тогда на технологию в 2001 году, и в 2005, и в 2011, и сейчас, друзья. Вот, потому что самое главное нам это запустить, создать и сделать технологии. Мы все помогаем Юницкому это сделать. И сделать это может только Юницкий. А в разговорах Виктор даже показал, что Узлов, что у Юницкого есть расчеты, он ошибся, как инженер. Друзья, я это слышал сто раз. 29 ноября вы все увидите в прямом эфире. И теперь, что касается этого ЗИЛа, это тоже, друзья, очень хорошую мысль нас навело. Нельзя говорить только о негативе. Вот, Виктор Узлов натолкнул нас на очень важную такую мысль, что тот, кто фотографируется под этим ЗИЛом, с этим ЗИЛом, имеет отношение к владению технологией. И здесь, друзья, мы, уже Алексей говорил, и Анатолий Дуарович, так сказать, несколько раз. Мы нашли этот ЗИЛ, правда, то, что от него осталось, основу. Вот, он сейчас реставрируется, в октябре он будет стоять на экотехнопарке. И это, друзья, очень правильная мысль, чтобы все, кто приедут в октябре, извините, в апреле в экотехнопарк, сфотографировались с этим ЗИЛом, потому что приедут наши партнеры, приедут наши акционеры, приедут наши соратники, чтобы все сфотографировались рядом с этим ЗИЛом, внутри этого ЗИЛа. И это, друзья, действительно те, кто имеют отношение к технологии, кто является совладельцами интеллектуальной собственности. Вот это, друзья, абсолютно правильная мысль. И мы как раз Виктору Узлову за это благодарны, что он нас навел. А мысль, что фотография на фоне ЗИЛа – это сопричастность к технологии. Единственное, оговорюсь, ни Дубатовка, ни тем более, ну, его Узлова нету на этой фотографии, к этому отношения не имеют. Дубатовка не является совладельцем технологии. Это, наверное, будет единственное исключение тех, кто сфотографировался на фоне этого ЗИЛа. Но здесь, друзья, как говорится, цель ави, потому что если уж вы ведете себя как мошенники, и ведете себя как крайние неудачники, Виктор, это я конкретно тебе говорю, как крайние неудачники, то ведите себя прилично. И не надо настолько цинично так брать, потому что только это вызвало у меня вот такую реакцию. Потому что когда вы писали в Википедии статьи, когда вы подавали в суд, когда ты пытался обсудить по распискам, липовым распискам деньги у Юницкого, это на твоей совести, это суд все расставит на свои места. Когда ты заявляешь, что ты являешься владельцем на 25 или на 50% компании, это в суд. Суд все расставит на свои места, даже нет никаких. Не надо врать о том, что по твоим искам сегодня претензии идут ко мне и к Юницкому. Никаких исков. Это иски Салима Нефтахудинова. Это еще один жулик, еще один проходимец, еще один неудачник, который сегодня пытается присосаться к технологии. Но я думаю, что он тоже свое и по заслугам получит. Но, друзья, это приходится, извините, отвечать вот такого рода жуликам, такого рода проходимцам, такого рода тем, кто пытается присосаться к технологии. Видите, даже Виктор Узлов золотую колесницу получает, якобы за разработку в сфере технологии. Поэтому это, друзья, на его совести. И еще раз повторюсь, он сказал очень правильную вещь. Мы все ходим под Богом. Виктор, это с этим согласен 100%. Но, друзья, давайте ждать следующий теперь. Ну, это Алексей показывает, видите, так сказать, это строительство. Это первое там, я говорю, я там каждую гайку ходил, протирал, смотрел. То есть мы жили на этом полигоне, вот, и считали, что когда он запустится, мы будем очередь от этих озер и до, соответственно, до самого Кремля. Но, видите, друзья, этого не случилось. И тем не менее, мы с вами стоим на пороге нового события 29 ноября, когда будет очередная демонстрация, очередной этап, когда мы в очередной раз двигаемся. И здесь я могу сказать, что в очередной раз Юницкий то, что говорил, делает. И я могу, друзья, это подтвердить, потому что на моих глазах это было не раз. И это, друзья, очень радует. И что я уже со своей точки зрения могу сказать сейчас, ситуация, которая была в 2001 году, и сегодня она радикально отличается. И когда в 2011 году уничтожали, это вот демонстрация Громова как раз идет, вот, когда уничтожали полигон, сегодня, друзья, когда у нас сотни тысяч партнеров, когда у нас зарегистрировано в проекте уже там приближается к миллиону человек, это, друзья, совсем другая ситуация. Вот, ну вот, друзья, это то, что я хотел как бы сейчас сказать. И здесь весь вопрос, это не то, что мы тратим время, это не то, что... Этим событием надо делать определенный анализ, этим надо определенную трактовку. Я ее согласовывал с Антон Гвардовичем Юницким, вчера мы с ним долго разговаривали, несмотря что он в командировке. И логика такая, если не будем комментировать это мы, то дальше будет односторонняя интерпретация. И здесь сейчас вопрос, Виктор Узлов высказал свою точку зрения, мы сказали свою, а каждый, кто будет принимать решение, это уже дело каждого. Просто сейчас надо не оставлять это дело без наказа, но сказать, что есть другая точка зрения. И мы эту точку зрения сейчас довели, что это абсолютное вранье от начала до конца. И, соответственно, к этому надо относиться, как к мошенникам, которые просто используют вранье даже в Верховном суде Беларуси. Поэтому, как можно с такими людьми иметь либо какое-то дело, либо, соответственно, относиться к этому по-другому. Все, на этом черту подбери. Ну, а дальше я передаю слово Алексею. Алексей тоже сейчас будет рассказывать злые вещи. Мы сегодня, так сказать, настроены как бы так агрессивно. Так будет не всегда. И так бывает не всегда. Алексей, тебе слово. Благодарю Сергею Анатольевичу. Ну, злые вещи сказаны, конечно, громко. Мы анализируем, мы сопоставляем факты и мы показываем то, что было, то, что есть. Ну, собственно, в своей части я хотел бы проанализировать и рассказать вам те факты про Hyperloop, которые наверняка вас будут спрашивать, те, кто читает СМИ, те, кто попадается на удочки средств массовой информации, на проплаченные PR-акции. И я хотел бы рассказать о нашем партнере по развитию тенденции направления транспорта второго уровня, компания Hyperloop. Для тех, кто не в курсе, этот концепт вообще придумал Илон Маск, но, несмотря на это, он сам не стал заниматься самой концепцией Hyperloop, то есть это перемещение высокоскоростное, гиперскоростное, я бы сказал, в вакуумной трубе и, соответственно, отдал на растерзание, так скажем, молодым и не очень бойцам и устроил целый контест, целый конкурс, но, чего не отнять, у Илона Маска он вспомнил далеко забытый тренд, который ввел еще и сформулировал Анатолий Эдуардович Юницкий еще в конце 80-х годов, в 88-м году Анатолий Эдуардович четко сформулировал концепцию вообще строительства общепланетного транспортного средства. Основой, естественно, и отработкой технологии общепланетного транспортного средства будет строительство гиперскоростного транспорта и я вот на конференции в Словакии говорил, в чем наше преимущество и в чем, допустим, недостаток конкурентов наших, в том, что у них нет стадийной отработки технологий, в том, что они сразу хотят перейти на, в нашей классификации четвертый уровень, то есть мы вначале показываем и уже в ноябре вы увидите, соответственно, это будет демонстрация и технический прогон, в первую очередь легкой прогулочной трассы и городского пассажирского транспорта, далее будет, соответственно, ну, естественно, через 3-4 месяца это грузовая, грузовая струнная транспортная система, далее, что касается пассажирского транспорта, это будет, соответственно, высокоскоростное исполнение, то есть перемещение со скоростями 500-600 км в час, можете посмотреть по бизнес-плану Экотехнопарка, когда это произойдет, но Анатолий Эдуардович дал ясно понять, что это произойдет через 5-6 месяцев от запуска грузовой струнной транспортной системы, и, соответственно, только потом, отработав все эти технологии, мы приступим, дорогие друзья, к созданию гиперскоростной, я был, несказанно, рад и счастлив, когда Анатолий Эдуардович на самом деле сказал, что вот то направление, ну, уж если задали тренд, то мы скажем, что мы тоже будем его делать, и мы не просто тоже будем его делать, мы знаем, как его делать, и знаем, как делать перемещение на гиперскоростях в вакуумной трубе еще с конца 80-х годов. Именно тогда была заложена основа, и потом Илон Маск, являясь маркетологом, пиарщиком высокого уровня, задал этот тренд, за что ему огромная благодарность, то есть он воскресил тот тренд, про который забыли, который начали зарывать, и кто реализует его как не инженер, не генеральный директор, генеральный конструктор ныне зао струнной технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. И действительно вот в репортаже Анатолий Эдуардович говорил, что он удивляется, каким образом ему удалось все это реализовать за такой короткий промежуток времени, и если говорить про время, давайте посмотрим, как это было у Hyperloop. Вы видите на слайде опоры, если так можно назвать, такие вот мрачные опоры, это не какой-то наш монтаж, что мы специально выбираем тучи, мы специально выбираем такой мрачный фон, это все материалы с Твиттера Hyperloop, и соответственно они опоры продемонстрировали только вот буквально несколько недель назад, мы поставили опоры зимой, я четко помню дату, мой день рождения, 21 января, когда монтировались опоры с начала января, и собственно 19 промежуточная опора, как мы все помним, она стальная, и опоры были смонтированы очень-очень быстро, вы видите насколько инженерные решения различаются, Hyperloop и Skyway, насколько цветовая гамма также различается, и опять же это не монтаж, дорогие друзья, это стечение обстоятельств, какая темная, какая светлая сторона технологии, выбирайте сами, но то, что Hyperloop сейчас в Неваде строят и создают, собственно, это пустыня, это действительно мертвая территория, на которой невозможно заниматься сельским хозяйством и так далее, и тому подобное, с помощью нашей же технологии, уже перейдя все вот эти этапы отработки технологий, про которые я вам сказал, мы также сможем изначально восстановить природный слой почвы, используя технологию SkySoil, то есть это технология оплодораживания почвы, использование гумуса, и Анатолий Эдуардович привел такую статистику, что в год примерно на 1200 километров можно продвигаться в пустынях и действительно их обладораживать, действительно делать их зелеными, с возможностью занятия сельским хозяйством, с возможностью именно наблюдения вот таких вот действительно зеленых природных садов, травы, вместо пустыни, это действительно реально и возможно, и более того, нашим коллегам, арабам, мы будем предлагать такие решения, помимо строительства линейного города, который обсуждался в Абу-Даби, и, соответственно, в 2019 году мы к этому обязательно вернемся, но что-то мне подсказывает, что не стоит ждать арабам до 2019 года, потому что сама концепция смарт-города, умного города, линейного города, города ближайшего будущего, она интересна для ряда многих стран, и как бы кто-то другой не начали реализовывать раньше их, взять ту же Челябинскую область, соглашение с администрацией, которая в реце вице-губернатора Руслана Усмановича Готарова мы заключили буквально уже неделю назад, но это кажется непреодолимо долгим сроком, дорогие друзья, это, собственно, кажется, уже месяц назад прошел, и посмотрите, собственно, что сказать о строительстве технопарка и о строительстве нашего экотехнопарка, на каком этапе мы находимся и на каком этапе находятся наши конкуренты. Набирая Hyperloop Дубаи, Hyperloop Араб, вы можете увидеть презентацию, я за этим наблюдаю, я за этим слежу, признаюсь, и, соответственно, я увидел то, что буквально на днях они проводили презентацию фишенебельную, дорогую, и на что расходуется бюджет сразу понятно, на потенциальное привлечение инвестиций за пшик, и проводилось это на 112 этаже Бурж-Халифы. Бурж-Халифу как раз таки строили наши партнеры, одни из самых главных, которые также будут присутствовать на экотехнопарке, это компания Aurecon, и они также стремятся сейчас, не стремятся, будут реализовывать проект еще более высокого здания в Дубае, и, соответственно, была проведена презентация, я специально останавливаюсь на вот этом как бы очередном раунде инвестиций, и хотел бы возвратиться немножко в прошлое, немножко в октябре 2014 года, я эту конференцию запомню, и запомнил на всю жизнь, это конференция в гостинице университетской, и многие, кто приходили туда, спрашивали, были вопросы, а почему такое как бы не фишенебельное, достаточно дешевое место, дорогие друзья, потому что краудинвестинг на тот, да и на сегодняшний момент мы никогда не выбираем какие-то фишенебельные, дорогие места, потому что в первую очередь и главной задачей у нас является инвестирование, а не создание какого-то шоу, какой-то супер презентации с визуализацией и без технологической основы, и поэтому первый раунд инвестиций, я считаю, что прошел у нас в октябре 2014 года, поставьте плюсики, кто был на этой конференции, дорогие друзья, огромная вам благодарность за то, что, да, кстати, в марте, в марте у нас прошла конференция, абсолютно верно, я путаюсь, естественно, в датах, в октябре у нас была уже московская конференция, да, в марте в гостинице университетской прошла, и, дорогие друзья, вот тогда у нас прошел первый раунд инвестиций, я могу сказать, что мы вышли на те объемы, на которые даже потом одна из первых инвестпроводящих систем после РСВ, которая запустилась, Skyway Invest Group, выходила долго, то есть это достаточно серьезные объемы, как говорится, деньги любят тишину, но это были серьезные объемы за счет развития потенциала конференции, которая сейчас маховик раскручиваться, продолжает, и если говорить про историю нашего развития, дорогие друзья, то я могу сравнить это с марафоном, и в первую очередь вот в марте к нам присоединились с 2014 года те люди, которые поверили в идею, и те, кто выступал на сцене тогда, я не помню таких фраз, что я пришел в проект заработать, все пришли на идею, естественно, всем хотелось теоретически приобрести обязательство компании, которая в будущем станет мировой транснациональной лидирующей корпорацией, и сейчас мы к этому видению постепенно, дорогие друзья, и приближаемся, но в первую очередь все высказывали идею, зачем они пришли в этот проект, просто хочется, чтобы этот проект реализовался, не было тогда ничего в сфере технических предприятий, в сфере договоренности, новейшей истории, была история, бэкграунд, начиная с 70-х, с конца 70-х годов и заканчивая уже вехой краудинвестинга 2013 годом, но, естественно, состав администрации, состав чиновников, с которыми мы договаривались, менялся, время шло, все текло, все развивалось, и сегодня настало время уже установления новых договорных отношений, и что касается новых договорных отношений по Российской Федерации, я могу сказать, что 4-го, если не ошибаюсь, ноября, или 2-го ноября, произошла серьезная веха, это подписание соглашения с администрацией Челябинской области, и, соответственно, это действительно, как выразился Анатолий Эдуардович Юницкий, очень важное событие, и это первая российская губерния, область, которая отреагировала на развитие технологии Skyway достаточно серьезным образом, и, дорогие друзья, если говорить про те адресные проекты, про те договора, которые заключали Hyperloop, мы спрашивали в Словакии у коллег, насколько поддерживается, не поддерживается властями, это знаете просто на уровне, что, ну да, теоретически можете реализовать, то есть, если вы найдете финансирование, как когда Дмитрий Антонович Медведев сказал, что финансирование найдете, реализуйте проект, и после этого планировалось выделение одного миллиарда рублей, но произошло все, как произошло, никаких проектов сейчас подвижек, каких-то в Словакии, я могу сказать, точно нету, то есть, и то, что Владимир Владимирович Путин поддержал Hyperloop, это тоже пиар-акция, это больше, чем зацепляться за слова, и я могу сказать, что настанет тот момент, когда на высшем государственном уровне мы уже будем рассматривать технологию SkyWay, что касается Российской Федерации, и очень-очень сильно хочется, дорогие друзья, чтобы этот момент настал не намного позже, чем уже в мировом распространении будет развиваться технология SkyWay, но первые шаги сделаны, и первые шаги сделала Челябинская область, подписание произошло в Москве, и, дорогие друзья, если дальше анализировать то, что произошло, давайте посмотрим на то, что было продемонстрировано, к примеру, у нас модель 1 к 10 проехалась в сентябре, и вы помните этот репортаж, кто-то привязывается, что там немножко раскачивалась модель на ветру, но было объяснение, объяснение лично от Анатолия Эдуардовича Юницкого на одной из конференций в Минске, чтобы спрогнозировать и спроектировать подобную нагрузку ветровую на модель уже 1 к 1 на рабочий прототип, машину, нужно применять ураганный ветер, и как часто происходит ураганный ветер, и сильно мы ли расстроимся, дорогие друзья, если будет ураганный ветер, вот так вот чуть-чуть раскачивать, чего не скажешь, современные авиации, то есть если мы взлетаем в сильную бурю, дождь, то как картонный бумажный самолетик качает серьезное воздушное судно, и не знаешь каждый раз, чем же это закончится, если, не дай бог, находится человек на борту судна, и, соответственно, если смотреть, дамы и господа, на ту историю Hyperloop, то, что они показали, продемонстрировали, причем первая демонстрация была в мае, вторая демонстрация была вот-вот недавно, это концепт подвижных составов Waterloop, и если, кстати, говорить про демонстрацию подвижных составов, то участники, те, кто участвует в конкурсе капсул Hyperloop, попросили перенести с августа на конец января финальное испытание, и SpaceX, это компания Илона Маска заявляли, что строительство должно было быть завершено в июне, и ожидалось, что компания сможет завершить строительные работы полностью уже к августу, но было перенесено на конец января, то есть 2017 год, всего было отобрано более 30 команд, и на тестовом треке в штате Калифорния, недалеко от головного офиса SpaceX, будет происходить испытания, эти испытания мы еще увидим, я искренне надеюсь за наших конкурентов, что это будут достойные испытания, достойный ответ нашим испытаниям уже модели один к одному, ну а то, что произошло в мае, давайте, пожалуйста, посмотрим, я буду комментировать, естественно, это испытания рабочей модели, но не самого подвижного состава, по просто такой вот тележке, и более того, несмотря на овации, несмотря, казалось бы, на вот этот мишуру шоу, несколько электродвигателей сгорели от перегрева, и пришлось тормозить, за счет песка, вы это четливо видите, если в замедленном режиме, и в твиттере мы это смотрели, то вы можете наблюдать, насколько сильная вибрация колес этой модели, машина, я ее не могу назвать, не имею права назвать, потому что это не машина, но из этого сделали шоу, в надежде привлечь инвестиции, в надежде, что это сработает, как сегодня вот они декларируют, то, что буквально через несколько лет, чуть ли не в следующем году, начнут строить в Дубае трассу гиперпетли, что-то мне подсказывает, что это как минимум пиар-ход, а как максимум это мошенничество и обман. И если говорить, дорогие друзья, слушатели нашего вебинара, про то, что продемонстрировали недавно другие коллеги, то есть это одна из лидирующих команд, канадский университет, продемонстрировали вот такую машину, которую подталкивали сами, и когда я показывал это все европейцам, и после того, как они посмотрели репортаж Анатолия Эдуардовича Юницкого, и мы не показывали абсолютно, не делали никакого шоу из того, что сейчас испытывается на рабочей производственной площадке, потому что нет смысла делать из этого шоу, это только отработка и этапов, и самой технологии перед даже не демонстрацией, и не будет там никакой фешенебельной демонстрации, дорогие друзья, то, что произойдет 29 ноября, будет технический прогон перед уже более серьезными испытаниями, перед достижением тех декларируемых и желаемых скоростей, которые мы заявили в 150 км в час для городского пассажирского и легкого прогулочного спортивно-экскурсионного подвижного состава типа юнибайк. Еще я хотел бы отметить то, что если мы уж так вот проходимся по концепции Hyperloop, то, что в октябре ряд статей прозвучал, что Hyperloop будет обходиться в два раза дороже, чем предполагал Илон Маск. То есть строительство в Калифорнии оценилось в 6 миллиардов и цена возросла до 9 или даже 15 миллиардов. Дорогие друзья, это действительно очень серьезная разница и даже Hyperloop One о ней мы сейчас еще поговорим говорили, что строительство в области Сан-Франциско обойдется за 84 121 миллионов долларов миллионов долларов за каждую милю. Миля это 1,6 километров. А изначально Маск предполагал, что примерно в 12 в 11 миллионов долларов за милю это все обойдется и что-то нам подсказывает, что цена будет расти и будем ждать их реализации, но не исключено то, что гиперскорости продемонстрируем мы быстрее, так как технология будет уже отработана и такие проекты, как скоростная дорога между Мельбурман и Брисбеном, которая по оценкам высокоскоростной трассы обойдется в 86 примерно миллиардов долларов, ну где-то 90 миллиардов долларов и Hyperloop позиционирует, что по ней 60% от этой суммы уложится. То, что между Стальгольмом и Хельсинки это соответственно примерно обойдется в 43 миллиарда меньше затраты, чем возведение скоростной железной дороги. А представьте, во сколько дешевле обойдутся создание струнной транспортной системы между Стокгольмом и Хельсингем, между различными городами в Арабских Эмиратах, если мы будем использовать технологию Skyway. Это несопоставимая разница и это несопоставимые затраты. Я не припомню, дорогие друзья, также такого момента, что у нас внутри корпорации происходили какие-то сильные тяжбы, тем более судебные тяжбы, только судебные тяжбы с господином Узловым происходят у нас между топ-менеджментом. Представьте тот момент, чтобы, допустим, Анатолий Эдуардович Ницкий начал бы судиться с кем-то из ЗАО струнной технологии. Это невозможно себе представить, так как персонал был тщательно подобран и действительно абсолютно адекватные люди работали, чего не скажешь об расколе в Hyperloop One. После испытаний майских и далее они участвовали в питерском экономическом форуме, старались привлечь очередной раунд инвестиций и тогда уже пошел раскол, вплоть до того, что принесли удавку Бэм Бамброгану, это технический директор на тот момент Google, и между Пишеваром, это один из генеральных директоров и Бэм Бамброганом, очень сложная фамилия у него, можешь в скороговорке говорить, началась судебная тяжба, дорогие друзья, и Hyperloop One раскололся, не успев начаться. О какой стабильности корпорации может идти речь, чего не скажешь о нашем сплоченном коллективе, действительно суперстабильном, действительно стремящемся реализовать нашу всеобщую идею, и это не просто получается, это видно по результатам. Я хотел бы также остановиться в своем выступлении, дорогие друзья, на той конференции, которая у нас прошла в Словакии, и рассказать вам историю, пример истории, что да, любой может стать каждым, это одна из моих любимых фраз сейчас Skyway, пожалуй, в проекте Skyway, и мы все помним историю, Александра Мосина, мы все помним историю Людмилы Хьюз, то, что она рассказала Роду Хуку, и Род Хук присоединился, и многое-многое другое, если так вот подытоживать, и Челябинский проект, это, собственно, момент согласования более года, и вся эта история тянулась, и сейчас я могу сказать, что мы выходим на такие рамки, и на такой уровень тех людей, которые проводят презентации 22 дня за 31 день месяца, вот в прошлом октябре Франтишек Солар провел такое количество презентаций, вдумайтесь в это, дорогие друзья, это действительно колоссальное количество, и дань уважения обязана быть отдана Франтишку Солару, который за свои затраты, не понимая конкретного эффекта, казалось бы, от саммита арабских стран, и все же в долг Skyway поехал, стал договариваться, и я могу сказать, что договоренности были установлены очень серьезными, с богатейшими людьми арабских стран, была обсуждена потенциальная стратегия развития стран Персидского региона, была обсуждена стратегия строительства между городами Саудовской Аравии и Египта, если кто-то спрашивает вопрос, а сколько у нас будут дивиденды и когда у нас будут дивиденды, я могу ответить, что, к примеру, эти проекты расцениваются от нескольких миллиардов долларов до 6-8 миллиардов долларов, это невзирая на такие проекты, которые мы уже не раз обсуждали, проекты по продаже чистой воды, пищевого льда, которые будут базироваться в основном в России, мы искренне надеемся, и, соответственно, естественно, имея подготовку проведения множества презентаций, Франтишек Солар, герой нашего времени, сегодняшнего месяца Европы и Словакии, сумел договориться и предоставить информацию и членам, министрам коммерции, промышленности арабских стран за дискуссии, за круглым столом, что, да, действительно, стоит обратить внимание на технологию Skyway. Ну, а по презентацию в Словакии я молчу про результат, тот, который был достигнут господином Сницким, и господин Сницкий, доктор Сницкий очень желает посетить Эко-технопарк, познакомиться лично с Анатоли Эдуардовичем Юницким, как минимум, потому что фамилии созвучны, и потому что цели глобальные, и действительно желание неимоверное развиваться в проекте, и желание совпадает с реальной действительностью, потому что господин Сницкий, познакомившись опять же с Франтишиком, Франтишик на несколько десятков минут опоздал на прошлой конференции, когда мы его ожидали, спросили, Франтишик, а ты где был? Он сказал, я общался с директором отеля, отеля, где мы проводили конференцию, да, и он решил инвестировать сходу на 10-15 тысяч долларов, так вот, вот этот директор отеля, господин Сницкий, он реализовал статус эксперт, это один из высших статусов Skyway Capital на сегодняшний день, нашей инвестопроводящей системе, за два дня, на следующую конференцию, а то и раньше, он обязался достигнуть наивысшего статуса топ-эксперт, за две недели, за две недели этот человек достиг статуса эксперт, это действительно очень серьезный показатель, также все спрашивали про Адриана Кармоце, и сколько арабских стран, там на самом деле было много арабских стран, и Кувейт, и Египет, и Саудовская Аравия, и Арабские Эмираты, и Бахрейн, и много-много других, фактически все страны Персидского залива, очень важно, дорогие друзья, на самом деле присутствовать и вкладывать инвестиции в виде своих средств и времени, если знаешь, зачем едешь на подобные саммиты, потому что они действительно приносят результат, этому показатель также встреча по зеленым технологиям, где Арманд Мурникс пообщался с итальянским министром, и это не удивление, дорогие друзья, это опыт, опыт нашей технологии, и хотя бы минимальный опыт донесения информации на том уровне, на котором необходимо донести высшим чиновникам. Ну и конференции в Словакии, вы помните Адриана Кармоци, это собственно основатель концепции Sky Fitness, донес как именно идею рынка, как когда-то донесена была с уральских конференций идея рынка и воплощена из той идеи, которая в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого давно была, это концепция легкого прогулочного транспорта, и Адриан Кармоци придумал, что в юнибайке можно соответственно целый комплекс упражнений использовать, вырабатывать еще большее энергии, уже даже не полтора киловатта, чтобы запитать аккумулятор и перемещаться скоростью 60 км в час, целый стол километров с запасом, но и более, так как на все группы мышц и можно действительно сохранять физическую форму и сохранять, вырабатывать энергию. От этого родился слоган «Нашу энергию в движение». В какое движение, вы спросите, в социальное движение, потому что наш проект на сегодняшний день перерастает уже в социальное движение. И спортзвезды, вице-чемпионы прошлого года по натуральному бодибилдингу на конференции просто вынуждены переводить, и для меня тоже было это открытием, то, что неожиданностью мне пришлось вещать на английском языке, я планировал, естественно, на русском языке с переводчиком, но это был опыт как для меня, так и Адриана, вице-чемпиона мира по натуральному бодибилдингу, который просто переводил. И после этого, если кто-то меня спросит, а что вот этот человек, сколько он инвестировал, я могу сказать, что Адриан сразу инвестировал, его сподвижница и спутница жизни, Нина также сразу инвестировала, он инвестировал свое время, приехав в Республику Беларусь, и вы увидите это видео, это будет действительно сенсация, бомба, и мощная, низкобюджетная по нашим затратам, потому что у нас подвижники, действительно, специалисты спортивные мирового уровня, мирового класса, но очень высокобюджетная по тому качеству, которое вы увидите, мы постараемся, чтобы миллионы людей просмотрели это видео, и, собственно, Адриан Кармоц, я думаю, что 25 ноября уже зарегистрирует за собой, зарезервирует и закрепит за собой титул, не просто вице-чемпиона мира по натуральному бодибилдингу, но уже чемпиона мира, и по праву будет называться главным консультантом генерального директора по направлению Sky Fitness. Поэтому, дорогие друзья, если раньше у нас уходило по 5-7 минут на новости, то сейчас и целого вебинара мало, чтобы показать те новости, тот мир Skyway, который действительно подстраивается под все условия, и нам помогает по ходу развития истории то название, которое выбрал Анатолий Эдуардович Ницкий, Skyway, небесная дорога, потому что оно было выбрано неспроста, и действительно что-то свыше нам помогает, дорогие друзья, так тому и быть. Строй Skyway, спасай планету, и даем дорогу мир Транснету. Благодарю, друзья, Сергей Анатольевич, вам слово. Еще раз, очень отлично, Алексей, так сказать, сегодня ты прям очень подробно и качественно дал такой анализ технологий, их конкурентами даже правильно не называть, потому что какие они могут быть нам конкуренты. Время все друзья расставят. Время расставит и конкуренцию с технологиями, и конкуренцию с людьми, и вообще время это единственный момент в венчурном бизнесе, который все расставляет на свои места. Вот, поэтому здесь мы абсолютно не то, что не боимся для этого времени, все расставят. И вот мы сегодня уже Виктора Узлова вспоминали, когда он в 2011 году, 2009, когда он рейдерский захват вывел Юницкого из учредителей, ну просто подделав документы. Это прошло уже сколько, 5 лет, когда он сказал, что у него технология, он знает, что делать, он забрал конструкторское бюро, соответственно, задается вопрос, результат где? Покажите хоть что-нибудь, нечего показать, тогда, ребята, вы балаболы, просто балаболы, потому что, когда вы все забрали, и Юницкого даже запретили произносить слово струнные технологии, вот, а нас с Виктором Бабуриным грозились посадить в тюрьму за продвижение технологий, то мы, друзья, опять в очередной раз приходим в демонстрации, в очередной раз участвуем в инотрансе, в очередной раз приглашаем вице-премьеров и премьеров разных стран, в очередной раз демонстрируем путевую структуру машины, все в очередной раз, друзья, и это все происходит, а вы где? и это вопрос ко всем, единственным мерилам во всем венчурном бизнесе, это только действующие образцы, и здесь как раз я говорю, друзья, сделайте, честь вам и хвала, не сделайте, вы будете там, как где и везде, где находятся все балабоны, вы будете там же, вот, единственное, что вопрос, не надо, друзья, переписывать, и не надо так цинично врать, вот это, делайте свое дело, а вот если вы врете, сразу возникает вопрос, а зачем? Значит, вы даете желаемое, или вы что-то хотите показать другое, на сегодняшний момент вы хотите показать, что у вас есть технология, и вы показали озера, это чушь, поэтому, друзья, никто кроме Юницкого не имеет права произносить, что он вообще что-либо там-либо делает, вот, и нанятые рабочие, которые либо убирают мусор, либо чертят чертежи по его задаче, имеют такое же отношение к озерам, как и все остальные, поэтому, друзья, как мы призываем, давайте все конкурировать честно, давайте относиться всех друг к другу с уважением, ну, а если вы про унитаз с говном, то также могу сказать, что все под Богом ходим, и получите все то же самое. Ну, вот, друзья, что на этом можно сказать, что остались считанные, как вы в репортаже, даже не недели, а считанные дни, вот, мы подходим к очень важной вехе, потому что, после того, как будет продемонстрировано первые технические прогоны, дальше, друзья, у нас будут уже скорости, потом у нас будет сертификация безопасности, потом пассажиры, потом будет постоянное улучшение и новая линейка подвижного состава, потом увеличивающие пролеты, потом увеличивающаяся грузоподъемность, потом увеличивающаяся скорость, не останавливаясь, этот процесс, который уже начался, вот, и конца он не будет иметь. Во всяком случае, я думаю, в ближайшие 50 лет, Анатолий Доварович, наверное, говорит, и столе. Вот, поэтому сегодня Алексей вам, ну, скажем так, обмолвился об очень интересной вещи. Сейчас репортажи идут по всем чатам, это о Sky Fitness, мы о нем уже несколько раз говорили, но мы сделаем на эту специальную тему, когда будет оформлен, закончен ролик, который мы отсняли, он будет еще до 29 ноября, потому что он пойдет именно как предтеча, как пропагандист SkyWay, мы абсолютно уверены, что это будет лидер вообще в интернет роликах, это будет лидер по просмотрам SkyWay, вот, поэтому мы с вами еще это пообсуждаем, сделаем, посмотрим, ну, а сейчас, что можно добавить или сказать, что у нас вебинары идут раз в неделю, и здесь, друзья, я даже не буду, наверное, сейчас каким-то пророком, мы с вами даже выборы в Соединенных Штатах сегодня не обсуждали, потому что, друзья, ну, наверное, это событие, которое не так важное, по сравнению отношение к тем проектам в SkyWay, которые сейчас идут, вот, поэтому я абсолютно вам могу четко сказать, и в этом я вам просто гарантирую, что до следующей среды, то есть до того, как у нас будет вебинар, еще произойдет куча новостей, куча событий, которые мы уже будем на следующем вебинаре комментировать, как в прошедшем времени, то есть появление новых партнеров, проявление новых проектов, новых событий, это, друзья, неизбежно, и это, наверное, сейчас закономерно, это абсолютно такой правильный путь и правильное развитие, которое сегодня идет, поэтому следите за нашими новостями, я уже буду говорить языком классика Михаила Кириченко, потому что выработанная форма, следите, смотрите, изучайте, привлекайте, и тогда вы не будете иметь возможность сказать, что я что-то пропустил, так что, друзья, строй Skyway, спасай планету, все, друзья, до новых встреч, давайте движемся дальше.